Дорогие коллеги, онкологическая патология, так же как и другие виды патологий, нуждаются хорошо организованной информацией для решения своих проблем. Точная и унифицированная идентификация локализации опухолей является особенно важной для проведения сравнительных исследований на национальном и международном уровнях, которые позволяют провести эпидемиологический анализ и помогают выяснить причину развития опухоли. Первая попытка классификации болезни была предпринята Джоном Грантом в 1662 году и была основана на данных церковных приходов Лондона. А первую системную классификацию болезни создал Франсуа де Ле Круа в XVIII веке. Вильям Фарб, британский врач-статистик, усовершенствовал существующую классификацию уже в 1937 году. В 1891 году Международный институт статистики в Вене организовал комиссию для подготовки к классификации причин смерти под руководством Жака Бертельон, который назван была классификацией причин смерти Бертельон и она была принята в 1893 году. С 1898 года существует Международная классификация болезней Всемирной организации здравоохранения. Причем интересно то, что приходилось делать пересмотры классификации болезней и проходили они в течение номера 1 в 1900 году до номера 10 в 1989 году. В это время были созданы специальные дополнения в адентологии, психиатрии, стоматологии, онкологии, офтемологии и неврологии. Вторая глава в МКБ Международной классификации болезней была первой международной системой для кодирования опухолей. И вот тогда пришлось базироваться именно на второй главе. Но кроме того, была издана первая Международная классификация болезней МКБО-2. Важное значение для всех этих классификаций была разработка классификации опухолей гистологических, которая проводилась Институтом Вооруженных сил Соединенных Штатов с 1949 года. И выпускались атлеты Афхип. Позже, в 1967 года, начали публиковаться голубые книги серии Международной гистологической классификации опухолей. И вот я здесь хочу отметить важную вещь. Наш институт, как всегда, принимал активное участие в международной деятельности. Главой классификации ВОЗовской организации разработки классификации опухолей яичников был профессор Серов, заведующий патолого-анатомической лабораторией Института онкологии. Один из лучших центров, в которых проводилась разработка классификации опухолей яичников. В это же время сотрудники были привлечены тоже к деятельности международной классификации болезней ВОЗа. И участвовали в ней Галина Александровна Блинова, Николай Михайлович Мирнов и Ваш покорный слуга. Таким образом, пять книг, которые вышли из 25 ВОЗовских классификаций опухолей, были созданы при участии сотрудников нашего института. И вот в это время, когда мы занялись кодированием опухолей, встал вопрос, чем же нам пользоваться, каким материалом пользоваться, каким и что использовать для кодирования опухолей. Первое время мы пользовались международной классификацией болезней 9-го пересмотра, 2-я глава. Затем вышла, когда вышла международная классификация болезней онкология 2, вот тогда мы решили что-то сделать, чтобы и мы могли обеспечить людей кодом этих классификаций. И вот тогда нам пришлось издать вот такую инструкцию. Другого мы пока ещё не могли сделать, но издали инструкцию, которая была разработана тремя патологоанатомами Москвы, одним Ленинграда и одним городом Минска. Поэтому тогда вышло это первое пособие по кодированию, гистологическое кодирование и топографии опухолей. Потом всё-таки пришлось нам перейти к МКБО, второму англоязычному варианту. Так у нас возможностей перенести на английский язык этого издания не было. И вот сейчас, почему я назвал свой доклад «Переход от МКБО-2 к МКБО-3», потому что сейчас нашему институту поручено сделать перевод международной классификации болезней третьего пересмотра. И вот дальше, что я хочу. Теперь я буду рассматривать в некоторой степени с точки зрения патологоанатома. Вахтан Михайлович сказал в своём докладе, что нужно привлекать к работе специалистов. Каждый специалист должен заниматься своим делом. Нас ожидают самые разные ошибки при кодировании. И связанные, прежде всего, с разной квалификацией патологоанатома, статистика, которая этим занимается, и ответственностью, к которым он относится. Потому что можно кодировать точно, чётко, а диагноз поступил совершенно неправильный. Вот, например, недавно, я буквально в пятницу делал доклад о классификации болезней поджирака поджелудочной железы. И оказалось, что в 2011 году были закодированы раки поджелудочной железы, плоскоклеточные и даже орогевающие. Ни в одной классификации раков злокачественной опухоли поджелудочной железы эти диагнозы не фигурируют. Поэтому в чём же дело? Здесь явно была какая-то ошибка патологоанатома. Либо это принят был аденосхвамозный рак за плоскоклеточки, либо просто ошибочная какая-то диагностика. Так что очень важна квалификация разных специалистов, которые участвуют в этой работе. Только тогда мы получим хороший результат, когда это будут квалифицированные люди. Конечно, привлечь патологоанатома к работе статистического управления, статистической какой-то разработки трудно, потому что патологоанатомов сейчас мало. Это не очень популярная специальность. Поэтому тем более привлечь их к этому работу. Но в качестве консультантов всё-таки можно это использовать, использовать патологоанатом. И вот, в частности, я фактически кодирую за весь город. Коды ставлю, это я, на мне всё это лишь работа. Так что по Санкт-Петербургу данные кодирования, это идут все через меня, через патологоанатома. То есть я проверяю, перепроверяю. Но здесь, как сказал Вахтан Пиха, нужна ещё связь с другими учреждениями, что патологоанатом мог не только посмотреть, что же за ляп допущен, но должен всё-таки пойти в это учреждение, потребовать препараты, посмотреть их и поставить точный диагноз. Кроме того, патологоанатомические лаборатории разных учреждений ещё имеют недостаточные возможности в иммуногистохимической диагностике. И часто опухоли ставятся на обычном гемотоксирин и азине на препаратах. Поэтому не всегда это абсолютно точно идёт диагностика. Так что дальше надо развивать и саму патологоанатомическую службу, чтобы мы получали абсолютно достоверные данные. И вот для этого я просто привожу вам примеры, где будут нас ожидать разнообразные ошибки. Вот, например, в 10-м пересмотре международной классификации болезней вы видите код, кодируется, злокачественное С34-9, метастатическое С78-0, инситу ДО-2-2, доброкачественное Д43 и неизвестное Д38-0. Вот видите, какие нужны коды, чтобы закодировать рак лёгкого, опухоли лёгкого. А вот когда мы берём код в международной классификации онкологического раздела, то есть уже совсем другое дело. Видите, все лёгкие кодируются одним кодом С34-9. И неважно, метастатическая это опухоль, инситу, доброкачественное или неопредённое утечение. А вот зато морфологический код, вы видите, везде отличается. А судить уже по характеру этой опухоли приходится по пятому знаку, по седроби. Теперь вот тут. Если во второй главе 10-го пересмотра классификации болезней специальные есть разделы, коды Д10, Д36 и так далее, доброкачественные опухоли, неопределённого течения, инситу и так далее, то в главе 2-й НКБО уже и в 3-й пересмотре код кодируется по седроби, уже ясно. 0 – это доброкачественное, 1 – это неопределённое течение, 2 – это инситу, 3 – это злокачественное и 6 – метастатическое опухоли. Это очень важно уже, гораздо проще всё-таки оценить опухоль. А вот гемопоэтическая система тоже требует своей специальной классификации, что и показано в МКБО-3 по коду 10-го пересмотра классификации болезней. А вот эти термины уже в МКБО-3 были и изъяты, и не используются. Это вот тоже перечень тех опухолей, которые перестал пользоваться ССБ. Почему я и говорю, что мы сейчас будем переходить к третьему пересмотру, и поэтому все эти детали, которые появились, надо обязательно учитывать. Вот топорографический код везде хороший. Вы видите, С-код – это место и дополнение, то более точное место. И вот рак молочной железы, С-52, точка 2 – это молочная железа, верхний, внутрь и квадрант. Всё чётко и определённо. И все квадранты в молочной железе указываются. Но, к сожалению, в направлениях, которые направляют в статбюро, вот эти цифры 2, которые я здесь вам показал, не упоминаются почти никогда. Теперь я пишу, достаточно C-50, а уже остальные цифры никто не указывает. Вот опять, видите, проблема. Надо воспитывать статистиков, что все цифры должны быть охарактеризованы. Дальше. Вот, допустим, тоже опухоль. Опухоль аденокарцинома. ОС-1,40. Код поведения злокачественное – 3. И дифференцировка – высоко или умеренно, и так далее. В большинстве направлений вот этот шестой уже знак, он отсутствует. Это тоже никуда не годится. Степень дифференцировки – от этого зависит течение опухоли. И поэтому обязательно надо, чтобы статистик знал, что все… Часто статистик смотрит, есть там данный карцином. Ну и поставил 8,1,40. А дальше его и не интересует, что есть еще какие-то дополнительные тифры в диагностике. Хотя диагноз четкий, высоко дифференцирован – аденокарцином. И вот тогда, когда есть полный диагноз, вот видите, тут уже все звучит. И топография, и опухоль, которая имеет вот здесь опухоль верхней, ну или легкого, злокачественная. Здесь тоже. А вот легкое тоже часто только пишут, рак какой плоскоклеточный, мелкоклеточный, какой угодно. А какой он располагается, в какой доле, тоже большинство статистиков не указывают. Вот часто тоже важно иметь значение, что если существуют какие-то несколько названий для какой-то железы, в частности, околоушной, слюной железы, она может быть членная железа, стенсонопроток, паротидный железистый проток. Это все одно и то же, поэтому код топографический будет один и тот же. А морфологический код тоже может быть один и тот же, когда пишут оксифильное аденокарцином, анкоцитарное аденокарцином, анкоцитарное аденокарцином. Эти гертоклеточные, все они идут под этим одним кодом. 82, 90, дробь 3. Часто очень важно иметь в виду в топографическом, в алфавитном индексе, который имеется в МКБО-3 и в МКБО-2, он такой же. Здесь все, перечищаются все топографические места того же желудка. Не желудка, живота. Видите, тоже тут все указанные места и какие ткани, и они имеют разный код. Так и дальше вот тут. То же самое. То же самое. Так. И вот аденокарцинома. Вот видите, аденокарцинома уже может быть самой же разнообразной. 81,43 – это аденокарцинома без дополнительной храгранистики. 81,46 – аденокарцинома метастатическая. А дальше, смотрите уже, следующие термины. Каждый имеет свой код. И он обязательно чётко должен указываться. И когда не указывается, опять же часто статистик пишет всё, что попало. И скорее отписаться, написать одно слово – рак – и отправлять на просмотр статистику. Вот здесь, в лёгком, злокачественное указание, злокачественное образование, но в лёгком. Злокачественное С34-9, метастатическое С78, ИСИ-ТУ-Д – это международная классификация болезней. Так фигурируют эти термины. А вот уже для лёгкого, международная классификация болезней и онкологии, также и втором, и третьем пересмотрим. Топографический код один и тот же для лёгкого. Один и тот же. А вот гистология может быть самая разнообразная. И вот здесь эти показаны тоже термины, которые используются для характеристики злокачественных опухолей и доброкачественных лёгкого. И вот это очень важно, что мы используем вот этот код, который гораздо важнее сейчас используется в МКБУ-3 и гораздо удобнее для кодирования. Так. И вот я ещё хочу вам сказать, что несмотря на то, что мы сейчас вот переходим, только начинаем переходить к МКБУ-3, кодируем по-прежнему по МКБУ-2, и надеюсь, что только к концу года, может быть, удастся нам сделать перевод МКБУ-3. Вот я представляю, интересно, обложку опухолей и горшинских лимфом. И здесь уже врачи сами, учёные, которые писали эту книгу, использовали кодирование МКБУ-3. Так что уже это кодирование внедряется постепенно, даже до того, как мы смогли перевести вот эту классификацию на русский язык. Так что, надеюсь, когда мы её переведём, гораздо удобнее будет всем работать. А пока только англоязычный вариант используем. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Есть ли какие-нибудь вопросы к спикеру? Спасибо за вашу презентацию, поскольку видно, что вы большой специалист в области патологии. Мой вопрос следующего характера об классификации МКБУ-3. Вопрос о шестом знаке. Насколько он обязателен для указаний? Шестой знак, который указывает на степень дифференцировки опухоли. Дело в том, что совсем недавно регистр Архангельской области Раковой участвовал в исследовании «Конкорд-2», и там шестой знак не был обязателен для всех участников. Это я считаю, что обязательно. Обязательно. Ведь одно дело – высоко дифференцированное опухоли. Разумеется. Другое дело – низкое. Конечно. Я как клиницист это отчетливо понимаю. Поэтому с какого времени это необходимо было сделать? Просто я, честно говоря, немножко далек от этой классификации. В нашем госпитале пока только пятый знак указывается. Всегда практически по МКБУ-3. Мы просили, чтобы пользовались и шестым знаком. Есть еще седьмой знак – функция. Функционирующая или не функционирующая опухоль. Хотелось бы и его иметь. Насколько готовы регистры к этому? Я хочу сказать, почему я занимался раком эндометрия. И там очень важно было, функционирует опухоль или нет. Одно дело – секретирующая опухоль, другое – нет. Секретирующие опухоли лучше поддавались гормонотерапии, чем не секретирующие. Но этого тоже никто не указывает в своих диагнозах. Да, это все понятно и очень важно. Но, на мой взгляд, нужен какой-то компромисс между сложностью или простотой кодировки и реальной жизнью. Потому что чем больше кодов, тем больше возможностей для ошибок. Поэтому я ей задал этот вопрос. Ну, надо стараться все-таки. И надо больше требовать патологоанатому вращаться. Когда они посылают, неизвестно, что, вот как я вам рассказал, вот желудочную железу. Вот тут же надо было прямо к патологоанатому, который поставили это. Я говорю, что это за диагноз? До таких примеров можно долго привести. Вот, в частности, у нас был случай такой, что 40% диагнозов при раке ободочной кишки были рак кишечного типа, который просто там не бывает. Спасибо огромное за комментарий. Я считаю, что это очень важная презентация, потому что кодирование – это один из наиболее важных процессов в ведении раковых регистров. И я думаю, можно продолжить дискуссии после презентации НАДИ. И кроме того, завтра мы будем делать упражнения по кодированию и декодированию. Так что это важно – обсудить, какие именно данные собирать и упоминать, что удобно, что возможно, что реалистично и что обязательно. Кроме того, будет презентация о принципах документирования операции и других видов медицинского вмешательства. Очень важно, о каких видах рака вы отчитываетесь и по каким правилам при этом работаете. Так что важно иметь сравниваемые данные. И вот этот пример, который вы привели с раком поджелудочной железы, где там плоскоклеточные клетки были упомянуты. Вы знаете, у нас есть, например, есть программа, называется Depth Edits. Я потом смогу показать на веб-сайте, как загрузить. И тогда можно ваши данные проверять. И тогда ошибки будут просто вылавливаться программой. Это вполне возможно. Если какая-то топографическая или морфологическая ошибка была допущена, или две вещи несовместные упомянуты, или пятилетнему мальчику поставили диагноз ракопростаты, то подобные вещи обязательно будут вылавливаться системой. Такие вот явно ошибочные виды диагноза. И если вы сейчас используете классификацию старую, то можно перейти на классификацию более современную. Например, если старую, то можно перейти на МКБ-3. Спасибо за ваши комментарии. Я считаю, что очень важно. У меня вопрос. Когда вы ожидаете, что перевод будет в классификации полностью переведен на русский язык? И еще вопрос, связанный с этим. Кто будет проверять этот перевод и потом его обновлять, пересматривать? Будет какие-то раковые сообщества вовлечены? Петербург, патологоанатом довольно квалифицированный народ. Поэтому они широко это уже используют. А не знаю, в других учреждениях трудно ожидать этого. Продолжение следует... Продолжение следует...